Всем привет, с вами Саша. Всем привет, меня зовут Саша, я аддиктор канала Мастерское настроение. Давайте узнаем самые интересные новости. В Бурятии открыли сквер за 600 тысяч рублей, правда, тут же его и закрыли. На верхнем фото можно увидеть проект, так сказать, ожидание, а на нижнем суровая реальность. Упростили так упростили, вместо благоустроенного сквера жители получили автобусную остановку, что вызвало волну возмущений у сельчан, ведь у нас на минуточку даже автобусы не ходят. Другие выразили уверенность, что все в итоге сделают как надо, мол, это лишь вопрос времени. Третьи решили, что на снимке общественный туалет, остальные, что площадка для мусорных контейнеров. Сейчас сквер разбирают, чтобы построить новый, но и на этот проект администрации города нужно еще 600 тысяч. Если у вас изжога, то отойдите от экранов. В Америке прошел турнир по скоростному поеданию майонеза. Участникам предлагалось есть столько соуса, сколько в них влезет. Рекорд принадлежит женщине, которая за три минуты съела три таких банки, а это на минуточку почти три килограмма жирного соуса. «Прощай, пищеварительная система! Я обожаю майонез и могу съесть его сколько угодно!» Рассказала рекордсменка и тут же доказала это перед камерой. На этом поджелудочная точно вышла из чата. Что делать, если вся жизнь — игра? В России захотели сделать свою версию Sims с традиционными ценностями. В игру добавят нормы законодательства, налогообложения, оплату коммуналки, кредитование и традиционные семейные отношения. В российской версии можно будет даже отсидеть, правда, только виртуально. Действие русской The Sims должно происходить в нескольких локациях. Среди них будет и райцентр, и глухая деревня. Пользователи задаются вопросом, нужно ли будет всю игру выплачивать ипотеку. Некоторые уже даже продумали квесты для персонажей. Среди предложений — оплата налогов до декабря, отключение горячей воды и как не стать жертвой самокатчика, когда спешишь на работу. В такой жизни в мониторе мы не готовы. Игорь Николаев запустит бренд «Выпьем за любовь». И для этого у него есть пять причин. Хит мой, мем мой, вот и подал заявку в Роспатент. Под маркой «Выпьем за любовь» будут выходить вина, ликеры, медовуха и другие алкогольные напитки. Вопрос — будут ли скидки женщинам с именем «Любовь» пока открытый. Про детей тоже не забыли. Для них будут выпускаться безалкогольные напитки. Но на этом певец не собирается останавливаться. Планы композитора намного масштабней. Компания планирует не только продавать алкоголь, но и предоставлять услуги музыкального образования. А что, удобно. Только значит ли это, что теперь концерты Игоря Николаева можно будет показывать по ТВ как рекламу алкоголя? Вопрос открытый. На этом все. Оставайтесь с нами, у нас всегда интересно. Всем пока!